я пошел на такую хитрость и потом взял вот эту часть отрезанной наружной изоляции одел обратно вот таким образом вставляется все это дело просто в смартфон и можно пользоваться снимать ребята всем привет в сегодняшнем видеоролике нахожусь на рыбалке и хочу поделиться одним своим секретом техническим с рыболовами с теми кто хочет приобрести себе подводную камеру для съемок видео для того чтобы посмотреть если подо льдом рыбы или нет чтобы не тратить деньги допустим на подводную камеру имея экшн камеру уже у себя это я сейчас говорю о тех людях которые для ютуба видео снимают о блоггерах ведут свои рыболовно-охотничьи блоги я пошел на такую хитрость всем известно что фишка подводных видеокамер том что на экране можно видеть изображение которое камеру под водой видит и снимает так как в экшн камер под водой вай фай не работает они не могут передать сигнал наружу и можно просто снять видео допустим какое-то потом только дома на компьютере посмотреть чтобы был вай фай под водой я пошел на такую хитрость к автобоксу видеокамеры я на изоленте прикрепил кабель от телевизионной антенны 75 ом стоит копейки в любом магазине продается по оборудованию и этот кабель закрепил на вот такую палку это от палаток дуги с алиэкспресс заказывал там когда-то не пригодилось нашел ее такое применение просто на изоленте прикрепляю кабель сюда помещаю свою экшн камеру sony x3000 который имеет вай фай имеет возможность снимать видео в 4к и с помощью этой палки погружаю камеру на дно для съемки видео почему не просто кабель потому что с палкой легче во первых она выполняет роль стабилизатора во вторых можно крутить его все стороны на проводе она как попала там болтается неудобно поэтому нужно жесткое какое-то соединение и вторую часть этого кабеля я прикладываю просто к телефону в задней части и вот в такую подставку автомобильную закрепляя свой смартфон samsung подключаю вай фай и у меня камера передает изображение на смартфон могу видеть что там снимается могу даже включать выключать камеру делать какие-то настройки не вынимая камеру из-под воды отличное решение не нужно никаких дополнительных там покупать китайских камер которые дают очень плохую картинку плохого разрешения плохого качества достаточно ту же action камеру с вай фаем оборудовать вот таким проводом и спокойно пользоваться фишка данного провода в том что он должен быть герметичен для этого я взял обрезал сантиметров 5 изоляции у кабеля аккуратненько дальше там идет фольга обмотка такая из фольги обмотку эту срезал и у меня остался просто жила который находится в середине медная она по моему и в белый в такой ну как типа изоляции внутренней и потом взял вот эту часть отрезанной наружной изоляции одел обратно с этой стороны запаял чтобы вода не попадала и воздух не проходил подул то есть чтобы он был герметичный и здесь просто примотал изоленты в таком варианте это все работает с той стороны на автобоксе сделал то же самое кому непонятная схему пишите в комментариях если много будет сильно вопросов по этому поводу я тогда я сниму видео как я это делал просто на кабеле там покажу ничего сложного нет срезаешь наружную изоляцию убираешь эту фольгу и эту наружную изоляцию обратно запаянную прикрепляешь чтобы он там был как в вакууме получается этот провод тогда вай фай работает вот таким образом вставляется все это дело просто в смартфон и можно пользоваться снимать ваууме Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Такая вот хитрость, кому понравилось, ставьте палец вверх под видео, подписывайтесь на наш канал и до встречи на рыбалках! Продолжение следует...